МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сделать такое предновогоднее поздравление для всех моих слушателей. Вообще, какое количество деток принимало участие в съемках этого клипа? Сколько их было? Было их. Самое интересное, что они были разных возрастов. Их было где-то 12, да? Да, 12 детей было. Самое интересное, мне показалось, именно работа с ними. Было очень тяжело их собрать всех в одну кучу, так скажем, и дать одно задание. Но мы оставили их на произвол в плане того, потому что каждый занимался своим любимым делом. Кое-кто наряжал там елочку, кое-кто там работал в ноутбуке. Но занятия нашли все. Да. Как познакомились с детишками? Это какие-то знакомые или... В основном Катя собирала деток. Да, детки все мои знакомые. Есть детки и родственники, мои доверенные братья, сестры. Во всяком случае, было очень легко работать, потому что они все меня знают, и очень быстро мы привыкли к друг другу, и было легко понимать друг друга. Никто не стеснялся. Да, никто не стеснялся. Скажи, а почему ты вообще решила сделать клип на новогоднюю тематику? Для тебя это какой-то особый праздник, или все-таки такое очень приятное время года? В прошлом году я сделала на песню «Отче вести Минуната». Это очень знаменитая, так скажем, песня. Калятка, да. И я решила, что прошлый видеоклип был с детьми. Но в этом году я хотела продолжить эту традицию, потому что дети всегда для меня как бы ассоциация к самым лучшим праздникам, и именно Новый год. Потому что детки ждут подарки, детки ждут чудес. И в принципе, я думаю, что вот нам, взрослым, нужно не забывать о том, что эти радости всегда должны приносить нам уют в доме и тепло. Евгения, обычно известно, что видео с детьми снимать намного сложнее, чем со взрослыми людьми. Как было в этом случае? Ну, я возражу, потому что мне на самом деле с детками намного проще работать. Потому что я работаю с ними в очень многих областях, и я сама мама троих детей, поэтому для меня это большого труда не составляло. Самое главное было быть наготове, быть готовыми всегда словить именно то, что нам нужно. А вот в художественном плане как-то подчеркивали предновогоднюю атмосферу? Каким образом это все создалось? Да, основная суть была задумка вообще. Это своего рода корпорация эльфов, где между ними самая главная фея – это Катерина. И цель вообще, ну вы в клипе уже увидите подробнее, цель этой корпорации в том, чтобы собрать всех тех, которые еще не со своими родными, не со своими близкими, где-то чем-то занят, да, потому что забот очень много у всех сегодня. И их цель была призвать всех домой, чтобы они как можно быстрее вернулись к своим близким, к своим родным, потому что дома их ждет шикарная атмосфера. А на песню какую снять видеоклип? Песня называется «Baby, please come home». Смысл основной – это именно созвать всех близких домой, потому что это самый приятный праздник в кругу семьи должен обязательно отмечаться. Ну и детки в этом видеоклипе звонят, звонят нашим любимым героям. Один бизнесмен, другой студент, который заучился, да, так скажем. Ну да, задержался. Задержался в библиотеке. Да, ну и девушка, которая очень занята на одной встрече, и тут они понимают, что они должны вернуться в семью, и понимают, что все-таки Новый год ждет, надо торопиться. Да, совершенно верно. Если говорить вообще о новогодней атмосфере, то как вы празднуете Новый год? То есть совпадает ли видение клипа с тем, как обычно оно получается у вас? Ну, в принципе, я думаю, что Новый год всегда должен объединяться в семье. То есть это обязательно подарки, это обязательно новогоднее настроение, конкурсы в кругу семьи, песни. Ну и думаю, что праздничный стол будет. Ну, у меня так как в клипе будет. Да, с большим количеством детей. То есть по дому будут бегать трое эльфов. Однозначно. Чего ожидаете в 2016 году? Есть ли какие-то творческие планы уже на наступающий год? Вы знаете, я желаю, чтобы 2016 год был не хуже, чем 2015, потому что я хочу, чтобы он был более продуктивным. Нас ждет великое событие, это Евровидение 2016 года. Я надеюсь, что у нас все получится. Ну что ж, прежде чем мы перейдем к просмотру видеоклипа, я просто не могу, наверное, отпустить наших гостей без предновогодних пожеланий нашим телезрителям. Вот в эту вот камеру попрошу пару красивых слов. Желаем в Новом году ценить в первую очередь свои семьи, потому что это те, которые рядом всегда. Никогда не забывать о своих детях, о своих родителях и о своих друзьях, которые дорогие сердцу. Я считаю, что это самое важное в жизни. Екатерина. И если говорить о карьере, обязательно ставьте цели, много-много целей и достигайте их рядом с вашими близкими и самыми лучшими друзьями. Мы тоже желаем достижения целей, в том числе и в карьере. Спасибо. Огромное спасибо за то, что пришли к нам этим утром и поделились частичкой новогоднего настроения. Спасибо вам большое. С наступающим. Ну а сейчас премьера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова